Девушки отдыхают 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 прилично рассмотреть получится так все Да, удивительное совещание. Когда закончится, мне надо. Тюрьм, тюрьм. На желтый не хочу сказать. Плохая примет, Николай Викторович. А ты желтый, я вчера рассказывал. Амурские казаки носили желтые лампасы. Это почему? Они бежали с одного из сражений, забыл их. И царь, за это им желтый цвет, знаешь, кто носит. А женщины можно? Я хочу, чтобы пюре на голубом, а потом на красный его пересадить. Так что, давай, наверное, начнем с нашего графика. Что и как мы хотим сделать. Потом мы послушаем АНЖ. У них есть раз предложение, я так понимаю. после сегодняшнего утра родилось. Я предлагаю начать сразу с предложения. Плавное перейти в наше ведение. Хорошо? Давай, Милос просим тебя рассказать нам. Да, мы посовещались с психическими службами, с заказчиком, со всеми заинтересованными лицами. И предложили следующую схему. В ближайшее время, в этом году, в течение, там, восьмидесяти дней, сделать 2-4-4-я палка для того, чтобы выйти на уровень 67-го этажа и обеспечить непрерывную работу бригады монолитчиков на январь месяц. Это мероприятие нам дадут порядка 1400 кубов непрерывной работы, заливки, уплатки бетона в дело. За эти 10 дней, мы считаем, что можно разработать проекты, производство на демонтаж старой палки и проекты, производство на монтаж новой системы опалки. с тем расчетом, чтобы в течение января ее можно было одну демонтировать и вторую сомонтировать. И в феврале месяце попытаться приступить к типовому этажу. Значит, Ира, что бы хотелось сказать. Значит, квадратчик понимает, да, то, что вот те риски, которые сейчас будут и бетонированы в 2,5 метра, он берет на себя. А если мы обговорили с заказчиком и решили положение, да? Да, решено. Нет, так ты расскажи, какое решение. Решение понятно. Решение мы... На демонтаж не даст. Нет, нет, подожди. А если вот это все, за счет чего лечения? За чей счет? Лечение нижнего, это же? Нет, лечение вот этого. Верхнего, у них не вынесет в этих параметрах. Да, нет, ну и давай, мы, это дай бог, чтобы их не было. Ладно, даже, хорошо, давайте вот... Лечение, да, обговорим. Ну, обговорим, но мы этого решим в рабочем порядке. Да, это можно решить. Я считаю, что вот лечение должно быть за счет него, в обязательном порядке. Этих экспериментов мы уже увидим сейчас, когда посчитаем, во что это обошлось. И срок, который вчера установил Сергей Юрьевич, 1 февраля, должна начать работать нормально. Нормально обговорим. Я думаю, что это реально. У нас нормальный график, да. Значит, мы, наш отдел, там, с грузки, мы, главный инженер, значит, посоветовались, и вчера составили, значит, вот такой предварительный график по демонтажу, с чего там принято вчера решение. Значит, в чем смысл? Ничего не выдумываем. Начинаем, допустим, демонтаж данной опалки, самоподъемной. То есть мы 26 декабря, то есть с понедельника. Срок на демонтаж всей вот этой системы мы берем 20 дней, 21 дней, и заканчиваем 16.01. После этого на малом ядре и на большом ядре внутрь выставляем людей для подъема всех конструкций, которые там внизу, мы опоздали, то есть сразу, не надо ничего ждать. Поднимаем полностью в отметку 66-го этажа, то, что сейчас у нас налит, смотрим на стеночке, и примыкание, перекрытие у нас происходит. Значит, что касательно вот объема, что говорит Генезиев, да, Владимир Михайлович? Он сказал, что у него к 1 февралю есть объем где-то полторы тысячи кубов. О чем мы говорим? То, что, да, полторы тысячи кубов мы тоже гарантируем, чтобы у итальянского полторы тысячи, но в 15-го пофевралю. В 15-го пофевралю. В чем плюс? То, что начиная с 15-го февраля, с 17-го, извиняюсь, мы стартуем по стандартной классической схеме. Мы постоянно будем иметь и стены, и перекрытие. То, что говорит подрядчик 1 февралю полторы тысячи кубов, да, он будет 1 февралю полторы тысячи кубов иметь, но вот здесь у него ничего не будет, это будет стоп, там, на 2-3 недели, понимаете? То есть тут рвануть можно за январь, но стоит ли это делать? Лучше грамотно подготовиться, выйти спокойно, причем мы еще не знаем, как мы зальем 67-й. Ну, если мы не заливаем, то только долбить его будем, понимаете? Чтобы не рисковать, вот есть такой предложение. 17-го февраля, значит, сразу же грамот состоялся с небольшим запасом, 17-го февраля, под полторы тысячи кубов, но мы учитываем, что люди будут задействованы на демонтаже, раз, потом мы можем отдать подрядчику ветрозащитный экран, дополнительно, два. То есть я считаю, что данная классическая схема, она оптимальна. Касательно сроков, мы обсчитали, скорость бетонирования при такой системе, при щитовой опалубке. При сборной. При сборной, да. Надо сказать, что это не подъемно-переставная опалубка. То есть подъемно-переставная опалубка мы начинали с другим подрядчиком от трех этажей и выше. Причем в самых худших качествах. Данная опалубка нам позволяет 3-й заливать максимум, чтобы вы не понимали. 3-й это максимум. И первоначально, пока мы будем в процессе разгона, я допускаю, что это будет, допустим, первый месяц-два, потом 2-3 этажа. То есть в трех этажах мы где-то выйдем апрель-май. Соглашаться, я считаю, вообще. Значит, они на утре начинают работать. Смотрят, зачем сравнить, Николай Павлович. Ну, так все равно. На утре хорошо отработать. Хорошо. Хорошо. Естественно, будем это все... Вот нельзя вот так сразу размазывать, понимаешь? Ты хорошо начинал. Тюрь. Надо ставить задачу за полный этаж. Вот мы за 5 месяцев залили один этаж поеду. Ты знаешь, почему мы залили? А здесь мы сейчас будем лить, да, 3 этажа? Во. Правильно. 3 этажа можно это лить. Нужно, а не можно. 3. Все-таки улыбались. Значит, куда мы выходим по срокам? По срокам мы выходим при 3 этажах в месяц, начиная с февраля и 30 августа. Вот так. То есть месяц. То есть 30 августа. Не, я думаю, что вообще-то надо оптимизировать и июль, как вчера поставил, вот, в Полонске. Это должно быть. Да, можно оптимизировать, и я думаю, у нас будет получаться. Ну, надо попробовать заправить. Мы там вчера подумали за вечер. Естественно, все можно шлиповать. Я вот смотрел на вас, когда вы делали аутригерный этаж, когда пройти нельзя было, понимаете? И вы ее сделали практически в срок почти. Сегодня то, что было там и то, что здесь, это небо и земля. Поэтому я еще раз говорю, что сейчас надо подыскивать еще силы дополнительные, для того, чтобы работа там круглые сутки шла. И понимать одну простую вещь. Вчера Михаил Анатольевич сказал, в Сбербанке у нас июль стоит, сказал, рыбий. У нас в Сбербанке июль стоит. Да, ну вот, что. Я думаю, что в Сбербанке надо строить. Ну, зачем мы строим? Конечно. Совершенно правильно. Сбербанке июль стоит рассказать про технологию, что меня ее замужло. Естественно, да, да, значит, естественно, июль это... А то так, все начинают. Пойдешь, грех называю от своего, но еще быстрее. Значит, смотрите, какая предлагается технология. Вообще, почему у нас такая опалка? Потому что, во-первых, она поставка, поставка очень быстро ее, буквально 4-5 недель. То есть, для этого мы можем пока заниматься бутовизмом всяких мероприятий. И монтаж достаточно прост. Конечно, это не супер для этого объекта, но зато надежно. Качественно. Да, и качественно, главное. И эта опалка вообще, ну, данный метод бетонирования, он позволяет ошибаться. То есть, ну, как сказать, понимаете, бетон не пришел, хорошо, есть вариант. Что предлагается? Значит, внутрь гидра, внутрь каждой шахты, заказать так называемые модульные тюбинки. Это квадрат с шарнирными узлами, там, с четырьмя, где-то шесть узлов, который один раз монтируется внутрь этой шахты, поднимается механическим путем. Поднял, зафиксировал. Поднял, то есть, он выползет внутри, но он не гидравлический. Ничего, просто механика обычная. Поднял, значит, забетонировал конструкцию. Прошло нормальное количество часов, там, восемь или десять. Снимаются там четыре защелки, и, оп, эта опалка от стены отстает, там, на два-на три сантиметра. То есть, вот такая тема. Вот эти вот тюбинги, они идут до восемьдесят шестого этажа. Внешне. Внешне можно заказать и у подрядчиков, вот с кем мы работаем по опалке. А можно применить дубровки. Вот мы хотим применить дубровки. Состыковать эти шпильки все, чтобы были в нужных местах отверстия. И этими щитами пойти. То есть, вот такая вот три закладки, одна, вторая, третья. Таша, проработали вопросы логистики кранов. Нам посмотрят, это, в принципе, работает с такой опалкой. Ну, смотрите, у нас, во-первых, смотрите, вот вся опалка, которая есть внутри, она, наверное, появится. Мы хотели сначала и ее тоже щитами видеть. Ну, можно бы, естественно, вот видите, как места не хватает. Я предполагаю, что вот эти вот карты, которые есть, предварительно, мы можем их переставлять, допустим, с одной стены сразу на следующую захватку. Вот так мы сейчас будем предварительно осуждать, это возможно. Допустим, если невозможно. У нас есть южный стилобат, предварительно, межбашненное пространство, здоровенная площадка. Мы ее расчистили, подготовили вот под кровлю, сейчас мы, там застилаем, и можем туда их складывать, освободиться. Но мы хотим все-таки вот, переставим сюда, переставим сюда, значит, вот в таким местом. Работать только по верхам. Абсолютно верно. Это первое. Значит, второе. Эта палубка мы будем доливать не полностью под перекрытие, вы знаете, что это зерк-перекрытие с муфтами, а планируем это делать без муфт. То есть, классический, поднялись стенами, вот так и все муфты просто убирать. Ну, трудозатрата будет, и муфт не будет. И, как бы, качество, естественно, повысит. Вот, помните, сразу же говорил касательно... Ну, а я помню, да. Сейчас тысяча муфта. И это тоже будет здесь как раз учтено. Ну, давай, я не против. А что у нас с третьим бетономодом? В общем, третий бетономод, конец января. Официально под камеру подрядчик это заявил. Ну, вы можете задать сейчас какие-то вопросы, которые не смогу, возможно, ответить. Но, если, окей... Я просто предлагаю третий бетономод сразу бы заплетать, лучше бы он туда подставлял, фигидру. Ну, нет. Мы его, смотрите, мы его пристегиваем к лидерам. А ты не хочешь его в виде смонтировать? Ну, а в лидер где? Ну, через лифтовые шахты где-то будет лидер. В лидер, в лидер его оптимально прижать к стене. Ну да. Надо монтировать где-то с внешней стороны, как здесь. А если выбирать, то, естественно, самое удобное, там трасса уже провозит. Не знаю, что к тому же думать. А эти, которые сейчас не будут лидер. Надо подсказать. Можно даже вот этим методом не можно, если стрелы, допустим, не будет. Но стрелу, допустим, ставим здесь и спокойно льем эту заплату. Если не ставим, можно лить и гибким шлангом, гибким бетонаводом. Такой объем лить позволит. А, конечно, это совершенно другая вещь по притоку. Вот минусы, да. Минусы, конечно, вы правильно сказали, что вот эти карты, но с карты не решили. Замут немножко тесно, но что поделать. Второй минус уже, по-моему, это побольше. Второй минус обоголвый, потому что краны и все остальное. Не надо забывать еще, что пока мы делали тысячу кубов в месяц, кран занимал одно время. А если делать три тысячи кубов в месяц, то два крана, они будут как бы постоянно заняты. Но это будет то же самое, чтобы три часа в день только выделялся кранами в грани, не на бетон. Вот так. Владимир Михайлович, ладно, не будем вспоминать, что вы ночью не использовали нифига. Да, 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 в день, три часа, ночью в один, в один. Мы задавались, не вспоминать, что мы начинали, я так говорю, что выполнять такую задачу необходимость два крана задействовать очень на полную гадушку. Я рассказал, в чем плюсы, давайте попробуем минусы. Руководитель крановых работ должен знать четкую программу своей работы и выполнять ее. Как и все. И подчиняется он одному человеку. Есть опасения. Давайте вот тюрмину послушаем, да. Итак, первое, кто задавает форму? Это контрактор или клиент? Чемпионат, это опалу, как я, если честно, от обрядчик. Смотрите, ну это, как вы скажете, клиент. Либо мы сами заключаем контракцию и с ними на аренду. Нет, мы им сдаем в аренду. Так, это клиент. Это фирма Сталфорп, которая поставляла нам опалу перекрытия. Вот эти вот раны. Находятся они не в Швеции, вот здесь сидят на набережной, километре от нас до. Производство в Подмосковье. Сталфорп. Вы использовали левом 47-го апплигер, которая тоже началась. Да, да. Вот как вы ее сказали на 47-го, на 48-го, 9 этажей переоббирания. Вот она и есть. Вся целая, кстати. Вся живая. И шафт, как вы будете закрывать шафты? Какие шафты? Классить шафты. Для поддержки форму изнутри, вы должны закрывать шафты, не вы? То есть, дойти перекрытиями, да. Первый, одна и вторая. Ну, то есть, мы должны ядром дойти внутри. То есть, имеется в виду, так мы и хотим сейчас дойти стенами два этажа. А, вы имеете в виду? То, что мы сейчас, как лид будем заливать? Сейчас, то, что сейчас не долито, да? Внутреннее, внутреннее перекрытие. Как мы будем заливать внутреннее перекрытие? Что? Ну, на самом ядре она будет заливать. Дальше или до 100 шафтов? Ну, слушай, слушай, слушай. Одну минуту. Окей, вы идете на уровень 65-65. И лидер, и лидер, и лидер, и лидер, и лидер. И лидер шафты, лидер шафты, вы должны закрывать это с платформой. Платформой, да? Я хотела построить перекрытие. Платформой. Вы говорите, а вот эту зону? Да, нет. Определение термином не будет. Мы все вместе будем делать, до 16-го года, до 16-го года. Вопрос у термин очень простил. Как мы будем опирать опалубку в лифтовых шафтах? То есть, как она подержится? Как она подержится? Как она подержится? Как опалубка будет опалубкой в лифтовых шафтах? Как опалубка будет опалубкой? Очень интересно. Вот разрез. Вот она, эта система. Вот она, это внутри. Снаружи, представующий наш шпильков. Вот эта вот система, она держится вот здесь. Она единая. Каждый, каждый. Мы хотим, вот всех, каждый из них оборудит вот такой системой. Она здесь, видишь, да? Все, пожалуйста, с нее можно работать. Окей? Отключить открытие. Все открытия. Так что всего три пульса, три. Те éléments преподаватной. Теперь мы планируем три. Вся漫и есть на центральной группе? Да? Центральная негра Центральная негра Все слабые Они связаны Итак, один, два, три, четыре Три Три Забетонировали Почему мы не делаем так Один Один Три 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 Один 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 Три Три Сrå Один Три Но Вторая Третья стрелка подняли захват поставили а вообще она необходима когда было 5 500 заливали без стрелы с этим методом, сколько дней вы думаете, сколько дней вы думаете? смотрите, мы посчитали, что один этаж это 11-12 дней примерно так, да 11-12 дней есть возможность в этом периоде есть возможность в этом периоде есть возможность в одну опалу за 1 месяц съемно-переставную подъемно-переставную? нет, свыше 90 дней начиная от проекта сначала потом заказ, поставку вот почему то есть мы 3 месяца сразу потеряли и она дороже там 3 цены сразу и дороже 4 но у вас 4, да у вас 4 все правильно все? ну я думаю принято так сейчас сейчас давайте по демонтажу спасибо не только с вашей помощью по демонтажу с моей помощью помощь будет мертвая мы это все везем мы сами обсудим и демонтаж за этими саша еще вопрос про ветрозащитный экран договорились мы с вами жили или нет? наше предложение договорились? мы пока еще нет вопрос такой кто будет разбирать эту опалу я сегодня хочу собрать совещание совместно с мысом по ветрозащитному экрану у нас есть предложение реконструировать существующий ветрозащитный экран и убив его у Китая я предлагаю все таки поручить обслуживание это все подрядчик последнее вопрос несколько вопросов есть ли ли у нас конструкция из отдела по демонтажной у вас есть трех конструкционных шва а что говорит об этом проектовсть вы вам кстати все прекрасно добро согласна отлично хорошо у нас по итогам совещания это следующее Мы готовим, соответственно, ППР, график у нас готов к сборке счетов. Мы сейчас все согласовываем, что подрядчик проходит в течение 10 дней еще один этаж, открывая себе фронт работы до начала февраля. И после этого производим демонтаж и демонтаж. Еще у нас остается шанс, что вдруг подрядчик сможет справиться. Владимир Павлович, понятно, шанс маленький, но он есть. Хорошо, вы давайте тогда осмотрите, первое, что нужно сделать, нужно в любом случае подготовить риски компании, которые вызывают по полу. К самим швейцарцам, пусть они сюда приезжают и забирают. Все устранение брака, сами тоже лезут. Хорошо, никаких вопросов нет. А заказ опалубки новой щитовой, там все занимаетесь? У нас фактически она есть, то есть нам не хватает лишь нескольких элементов, которые находятся в листовых шахтах. Но это все нами проработано, Сашкоган не хватает. Слушай, а нельзя эту опалубку, у меня такой вопрос, смотрите, сколько у нее высота щитов? Метра десять. А нельзя ее увеличить до 3-х, до 3-х, 8-х? Хотели сделать так. Хотели придумать, как данную опалубку применить подъемную, переставную, но никак не получится. Она очень тяжелая. Вот эти домкраты, которые идут внутри стен, они не позволяют это сделать. Надо поднять, чтобы для нас ставилась такая задача. За все оружие. То есть нельзя просто нарастить и потом ее не хранить? Сергей Ильич, я ставил такую задачу. Мы не смогли найти решение, потому что это будет много сварных швов. Сергей Ильич, она просто другая система. Сергей Ильич, эту задачу мы прорабатывали еще месяц назад. Превратить ее в случай невозможных переставленных. Сергей Ильич, кто по бою. Я по бою. Сергей Ильич, ты один. А Михаил Яковлевич? Сергей Ильич, больше не осталось людей, которые по бою. Сергей Ильич, он приехал. Он приехал, он просто не зашел. Сергей Ильич, все. Сергей Ильич, тогда я предлагаю закончить совмещение. Сергей Ильич, тогда я предлагаю закончить совмещение. Субтитры создавал DimaTorzok